Собор все забрели в храме. Там в теплой палке. Сначала демонтировали старый. Настоятель собора благочинной 4-го округа Барышевской епархии Протерии Андрей Филькин показывает гостям, помощника губернатора Ульяновской области Ольге Курайкиной и главе администрации Павловского района Александру Тузову, то, что было сделано за последнее время. Собор уже готов к пуску тепла, а вот автономная котельная еще нет. Но построить ее дело нескольких дней. Давно готов проект газификации. Дело за малым. Собрать средства для полного монтажа. Котельная газификация, завершить теплые полы. Вот это минимум, которое нам надо, чтобы уйти с теплом в зиму. Ну, нам нужно миллион набрать. Без губернатора и меценатов мы, конечно, не обойдемся. Но очень важно, чтобы и сами жители сдавали средства. Тогда будет частичка и копейка твоя в этом вложена, и частичка души и сердца. Такого же мнения и чиновники. Храм должен быть по-настоящему народным. Председатель попечительского совета по восстановлению собора сам губернатор Ульяновской области Сергей Иванович Морозов. Поэтому властей разного уровня эта павловская стройка на особом контроле. Благодаря главе региона, меценатам и пожертвованиям простых людей, за четыре года здание из Унылого и Безликого превращается в великолепный храм. Помимо пуска тепла, впереди еще как внутренняя, так и внешняя отделка храма. И людская поддержка отцу Андрею сейчас жизненно необходима. Это марафон, он и задумывался для того, чтобы в нем приняли участие прежде всего жители Павловского района. Сам факт того, что люди приняли участие, внесли частичку своего сердца, своей души восстановления храма. Мне кажется, это самое главное. Активно, по мере своих полномочий и возможностей, помогают в деле реконструкции Воскресенского собора и районной власти. На них в первую очередь легла задача по благоустройству территории вокруг храма. После завершения всех работ собор будет одной из главных достопримечательностей как самого поселка, так и всей Ульяновской области. Это же не просто, мы только одно здание возводим, около него будет еще и благоустройство территории. Сейчас мы начали уже, по той стороне заметно, положили новый тротуар. На следующий год начнем делать ограждение. Вот эта территория будет тоже вся благоустроена. Здесь будет мемориальная зона и даже и зона отдыха. Так что я думаю, что изменения нас еще ждут впереди. Отопление в соборе будет осуществляться только при помощи системы теплых полов. По мнению специалистов, этого достаточно для полноценного обогрева помещения. Кстати, в храме на протяжении всего времени реконструкции идут регулярные богослужения. А те, кто хочет присоединиться к марафону и помочь в деле восстановления Воскресенского собора, могут позвонить отцу Андрею по телефону 8 937 03 64 33. Батюшка обещает, что каждая пожертвованная копейка пойдет в дело. Дмитрий Гулин ведет студию Барышевской епархии специально для Уллправда ТВ.